Несколько дней остается до стартов 12-летней спартакиады учащихся России. Напомним, Барнаул примет финалы по трем видам спорта – гребля на байдарках и каноэ, шахматы и кикбоксинг. Как проходит подготовка у наших гребцов, об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях председатель федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края, председатель общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков. Юрий Великимирович, день добрый. Добрый день. Ну что, спартакиада учащихся, насколько это престижное мероприятие, спортивный праздник, даже можно так назвать, и насколько почетно принимать финалы на родном гребном канале? Ну, вообще спартакиада, юношеская спартакиада, она проходит один раз в два года. Это, ну, как бы в этом возрасте самые значимые соревнования у ребят до 17 лет. Поэтому мы, ну, как бы боролись за это право, чтобы нам дали такую возможность провести, принять такие соревнования. Нам доверили федерация гребли, Всероссийская федерация гребли, Министерство спорта Российской Федерации. У нас в Алтайском крае это впервые за всю историю прошли, тем более будут проходить такие соревнования, тем более еще и в трех видах спорта. Это гребля, кикбоксинг и шахматы, как вы сказали. Поэтому мы готовимся, это очень значимо, это очень важно, и мы, ну, надеемся, что все пройдет на хорошем, высоком уровне. А по каким критериям отбиралось место проведения финалов? То есть, почему выбрали именно гребной канал, то есть, чем мы хороши? Ну, там было несколько заявок. Ну, во-первых, Барнаул последние годы, вообще Алтайский край и Барнаул именно в гребле, ну, как бы занимаются в более значимые и значимые, так скажем, места на карте Российской Федерации, ну, и даже и международной. Вот, сегодня наш канал, он, ну, соответствует всем необходимым требованиям, там, всероссийским, международным требованиям. Ну, и вообще, как бы, акватория гребного канала, ну, на сегодняшний день, там, мое свое мнение скажу, одна из самых лучших в России и одна из самых красивых и технологичных во всем мире. Ну, и пару слов о регламенте. Когда турнир стартует, что мы там увидим? С 7 по 10 августа будет проходить, собственно, спортивное мероприятие. С 7 будет общее открытие по Дворце спорта в 19.30 вечера. И, собственно, пользуясь случаем, приглашаю горожан посетить это мероприятие. Гонки будут проходить 7, 8, 9, 10. 10 это суббота, закрытие будет в 16 часов закрытие. Тоже приглашаю гостей. Вход свободный. Будет работать электричка. И 7.45, 3, 7.45, 7.48, там, 7.50 будет утра каждый день отправляться от вокзала железнодорожного. И назад будет в районе 18 часов тоже отправляться назад с гребного канала до Барнаула. Поэтому, ну, надеемся, что погода будет хорошая, благоприятствовать. Вот, да. Поэтому, ну, вот, все, мы готовы. Что скажете о соперниках, которые приедут? Насколько это сильные ребята? Насколько они конкурентоспособные? Ну, это сильнейшие команды. То есть, отбор идет как на Спартакиаду. Это по бальной системе отбираются, то есть, на каждый регион дается квота определенная. Да, максимально 16 человек. Вот. И на основании перенства России прошлого года, вот, прошлого года, 23-го года, перенства России дается квота 16 человек. 16 человек, это Алтайский край получил квоту, ну, как принимающая сторона. Максимальное количество. Да, Санкт-Петербург 16 человек и Москва 16 человек. Все, у остальных уже чуть поменьше, там, по 14 человек. Ну, я просто для сравнения, вот сейчас вот в городе Энгельс прошли соревнования, буквально они там вчера закончились, перенство России до 19 и 24 лет. По балам, как бы, до 19 лет команда Алтайского края четвертое место заняла, до 24 лет шестое место заняли, да. Но первые места это Москва, Московская область, Краснодарский край, ну, то есть, там, Санкт-Петербург сильная, Тверская школа очень сильная. То есть, спортсмены будут очень сильные, ребятишки, которые, ну, в принципе, кандидаты и члены уже юношеской сборной России, и кандидаты в юношескую сборную России. Поэтому будет очень интересно. А как готовились наши ребята? Были ли какие-то специальные соревнования, да, организованы, чтобы ребята друг друга, так сказать, поймали, да, общую волну, может быть, сборы какие-то были? Ну, в принципе, начиная с февраля, то есть, по итогам прошлого сезона мы отобрали, это 8-й и 2010-й годы, вот эти ребятишки, да, мы отобрали 20 человек в сборную, и 20 человек, собственно, начиная с февраля начали целенаправленно готовиться. То есть, это зимние были лыжи, как правило, да, причем в Тягуне эти сборы проходили. Значит, дальше весной там вода на сборы ездили, вот, в Краснодар. И, соответственно, в конечном итоге отобрали 16 человек, вот. Ну, посмотрим сейчас, посмотрим на результат, ну, мы, как бы, так скажем, задание, домашнее задание, да, в шестерку войти, в шестерку домашнее задание. Почему? Потому что, да, в предыдущих, на предыдущих спартакянах, на предыдущих, на двух, мы были 9-е места занимали, до этого 11-е, потом до этого 26-е, ну, то есть, если так, туда-назад, да, как бы смотреть. Поэтому, вот, в шестерку войти стоит такое домашнее задание. Возвращаясь к вашим словам, которые вы сказали пару секунд назад, да, что была лыжная подготовка, и у многих может назреть вопрос, почему гребцы и лыжная подготовка? То есть, чем она хороша, чем она полезна? Ну, во-первых, по функционалу это схожие виды спорта, цикличные виды спорта, вот. Вот, и для гребли смежные три, так скажем, вида. Это лыжи обязательно, то есть, и зимой, как правило, то есть, как правило, все гребцы очень хорошо бегают на лыжах, как правило. Вот, второе, плавание, тоже очень постоянно этим, как бы, оно культивируется, и зимой постоянно бассейны на воде, да, и штанга, силовая подготовка, вот. Вот, и вот, в общем-то, это такие основные виды спорта. А что дает победа Спартакиаде? То есть, дает ли она какой-то вызов в сборную России или присвоение званий? Ну, однозначно, там, все призеры Спартакиад рассматриваются как кандидаты, их приглашают в сборную юношескую России, это прям однозначно. Я как пример могу привести, вот на предыдущей Спартакиаде, например, 22-го года, да, 22-го года, Александра Власова, Саша Власова наша, была победителем в двух дистанциях в одиночке, 500 и 200 метров, попала в сборную России, и вот сейчас буквально три недели назад она выступала на первенстве мира вплоть до 19 лет, и она была второй на пятисотке уже на первенстве. А на России, вот сейчас первенство России, она просто выигрывает все дистанции, ну, то есть она член сборной России уже, и не только до 19, но и до 24 лет, очень уверенно себя чувствует Власова Александра. Вот, как пример, она была победитель, ну, предыдущей Спартакиаде. Берем, например, Спартакиаду 19-го года, там у нас Соня Штиль и Лухнева Настя были в двойке третьими, да, и сегодня после этого Соня Штиль, была победителем первенства мира, четверки призером Европы, и сегодня она одна, и вот сейчас в этом году они, она в двойке была чемпионом России, в прошлом году была чемпионом России, сейчас на первенстве до 24 лет они с Настей Лухневой в двойке выиграли, она и в одиночке выиграла, ну, то есть она в основе, и более того, вот, например, Соня Штиль сегодня отобралась на чемпионат мира, который будет в августе в Самарканде в двойке, она была первой своей напарницей на пятисотке, вот, и, в принципе, она, как сегодня, кандидат на чемпионат мира, это вот, ну, как пример, ну, то есть это, как бы, ребятишки уже, ну, с хорошей потенцией, это потенциальные такие лидеры, вот, поэтому у нас на вот этой Спартакеаде, у нас тоже есть несколько, наверное, могу назвать, посмотрим, там, да, три фамилии назову, это Костенко Семен, такой, это внук нашего прославленного Константина Петровича, Костенко, хороший мальчик такой, с хорошими амбициями, вообще не знаю, да, Орлов Степан, тоже его напарник в байдарке, Орлова Елизавета, Драчева Василина, вот, девочки, поэтому посмотрим, как тут осталось время недели всего, да, посмотрим, как будут, какие будут результаты. Многие сравнивают Спартакеаду, учащихся с главным стартом, да, ну, первенство либо чемпионат России, вы как думаете, можно ли Спартакеаду и чемпионат либо первенство России вот сравнивать по масштабу, по ответственности, по конкуренции? Спартакеада – это более крупные соревнования, более ответственные, они несут в регионы очки, Спартакеада проходит один раз в два года, там, ну, и здесь будут и главные тренеры молодежной сборной, возможно, и юношеская сборная приедут, будут просматривать, смотреть ребятишек, поэтому оно, ну, точно первенство ежегодно проходит, да, а чемпионаты России – это уже взрослые соревнования, да, для взрослых, да, поэтому, ну, это самые крупные всероссийского уровня соревнования, ну, которые сегодня в нашей стране, как бы, вот, проводятся. Родные стены помогут? Обязательно. Уже наколдовались и сделано, да? Все будет хорошо. Ну, и про планы на будущее, Спартакеада пройдет, какие дальше планы у Грибного канала, какие еще турниры мы будем принимать и что мы хотим принять? Ну, смотрите, если вот, как бы, до конца календаря в этом сезоне у нас еще сейчас с 13 по 18 августа Кубок Доброй Воли в Москве, такие международные старты, ну, в рамках России сегодня международные самые крупные такие соревнования. У нас, кстати, 11 человек попали в сборную России, которые будут представлять сборную России на этих соревнованиях, да, 11 человек с Алтайского края. У нас в конце августа будет до 17 лет первенства России, будет, и в сентябре будет командный чемпионат России, то есть вот еще вот Спартакеада, еще юношеские первенства России, игры Доброй Воли, в принципе, чемпионат мира, как я говорил в Самаркане, будет в августе, и мы рассчитываем, что наша девочка Соня Штиль все-таки туда поедет и выступит достойно. Вот, и, соответственно, всероссийские соревнования. Вот, у нас, это вот то, что как бы байдарка и каное, и, ну, просто так вот, тоже для статистики, если мы в 22-м году на всероссийских соревнованиях, ну, официальных Кубок России, там, первенство России, чемпионат России и международный старт официальный, в 22-м году у нас было 56 медалей разного достоинства. В прошлом году, в 23-м, у нас было 64, то вот уже еще сезон не закончился, еще 4 старта впереди, у нас уже на сегодня 58 медалей. Вот сейчас вот первенство было до 19-24 лет, 30 медалей привезли. Ну, это как бы... Сережа? Да, то есть, ну, сегодня можно уже говорить о таком, как бы, ну, заявлять о некой такой алтайской школе гребли. Как думаете, за счет чего такие результаты? Что с каждым годом количество медалей, все больше, уровень спортсменов растет в каждом году? Это такой комплексной, как бы, ну, очень комплексная работа. То есть, это важно в первую очередь, ну, чтобы система была подготовки, да, потому что у нас вот школа Олимпийского резерва имени Костренка Стана Петровича работает. Дальше у нас интернатные классы при училище Олимпийского резерва, где у нас шестого класса ребятишки. Вот, и, например, Настя Кравченко, это вот выходец из этой, из вот этого, из этой школы, из интернатного класса, она сама с основного Алтайска, с Первомайского района. Вот сейчас на Мире была уже пятая Настя Кравченко, да, как бы, и... А первенство России тоже выигрывает там, ну, в принципе, достаточно уверенно. Хорошая девочка очень. Вот, и есть уже ребята, которые прошли, вот, интернатные классы, показывают три лета. Дальше училище Олимпийского резерва, дальше институт с кафедрой физовоспитания у нас с нашим отделением, да, педагогический институт. То есть, вот этот весь набор у нас сегодня выстроен это раз. Дальше у нас на сегодня есть материально-техническая база, но очень на хорошем уровне в Барнауле, в Павловске, в Бийске и в Барнуле мы сейчас в этом году еще отделение во Власихе открываем тоже. Рядом с 98-й школой. И тренерский состав, то есть, самое сложное во всей этой ситуации, ну, моменте, это скомплектовать тренерские кадры, вот. И у нас по-разному, у нас и привлеченные, у нас свои, и сейчас мы рассчитываем, что у нас уже свои ребята, которые заканчивают пед, наш пед, без воспитания тоже, ну, пойдут и уже пошли, как бы, работать в школу тренерами, вот. И поэтому вот этот некий набор, ну и сама администрация школы Олимпийского резерва, она достаточно сильная, там ее возглавляет Морозов Юрий Анатольевич, вот. И вот такой, как бы, набор, он идет так, двигается, двигается, двигается. Мы же и, ну, мы, как бы, и крупные международные старты тоже у себя проводим, вот. И это все привлекает, привлекает внимание жителей, привлекает внимание властей, привлекает внимание ребятишек. Ну, и, естественно, как бы, любое такое социальное, ну, спорт, это все-таки социальное такое, отрасль социальная, да. Здесь, конечно, без поддержки властей она тоже, ну, она не летает. И поэтому я благодарен и администрации города Барнаула, и правительству Алтайского края, губернатору, то есть, ну, здесь есть поддержка. Ну, это очень круто, что есть такая система, которая только становится, скажем, годом все лучше. Да. Вам спасибо большое за беседу, на этом наше время к большому сожалению подошло к концу, встречаемся на Спартакеаде.